Зоя Чекалова В избежание осложнений после коронавируса, если он захватит, ну и дорога, дачный сезон откроется. Так что желаю всем сделать прививки, не бояться, на благо себя, родственников своих, чтобы никто не заболел. Александру 65. Для него это третий этап вакцинации. Сначала он сделал прививку двухкомпонентным спутником ВИИ, полгода спустя – однокомпонентной вакциной. Сегодня вновь пришел, но уже за спутником ЛАЙТ. Огромное спасибо. Позавчера, четыре дня назад записался, сегодня уже сделал ни очередей, ни здесь, ни в первый, ни в второй кабинет. Согласно статистике, чаще прививаются именно люди старшего поколения. У них зачастую целый букет хронических заболеваний, а это осложняет течение болезни. Тем, кто уже переболел или прививался ранее, рекомендована однокомпонентная вакцина. Остальным на выбор предложат три двухкомпонентных. При этом подготовиться к вакцинации очень просто. Главное, чтобы в течение двух недель до прививки у пациента не было инфекционных заболеваний и обострения хронических. В день вакцинации не должно быть температуры, то есть пациент измеряет термометрию, проводит, измеряет температуру, измеряет артериальное давление. То есть состояние физического пациента, оно должно быть стабильное. Непосредственно после вакцинации, если имеются какие-то в прошлом аллергические реакции, то это прием десенсибилизирующих первый день и отсутствие бани, сауны первые три дня. Пункт вакцинации в первой поликлинике работает строго по записи. Записаться можно на портале госуслуг или по телефону 122. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.